Антисамп, мальчики и девочки, сегодня очередной обзор новостей на Блэк Раша. Это последний на этой неделе, потому что, ну, как бы всё, видосы закончены, больше не оплачивают, как вы все знаете. Поэтому это вот самый последний вообще обзор новостей на этой неделе. Давайте сразу приступим, потому что вы можете думать, что новостей, ну, больше их нету, то что всё уже, новости не упускают. 17-й сервак открыли, больше ничего не будет, но нет, новости как раз-таки сегодня есть, специально для вас откопал, вот свежайшие, самые новые, самые лучшие. Почему-то вы иногда пишите, что я обсуждаю старые новости, но новости только новые. Всегда вот на моём канале подписывайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, антисамп. Начинающий и неизвестный ютубер Макс Бург выпустил видео, в котором показал закрытый бета-тест на Блэк Раша. Знаете, мне всегда вот интересно то, как Рома Злобин придумывает все вот эти вот свои смысловые предложения, потому что, ну, у него же есть, типа, возможность всё это отредактировать, но почему-то он пишет какие-то, ну, очень, ну, понятные, типа, то есть, ну, тавтологию. То есть, вот как я, знаете, иногда растягиваю видос, чтобы они получились хотя бы там на 8 минут, чтобы рекламу можно было вставить больше. Но он всё это делает в текстовых, вообще, постах ВКонтакте. Зачем? То есть, начинающий и неизвестный. Но было бы странно, если бы он был начинающим и известным, тогда он был бы, возможно, уже не начинающим, возможно, он был бы профессионалом в своём деле. Но нет, он начинающий и неизвестный. Макс Бург, кстати, с ним связана одна очень интересная история. Как-то я взял его видос для того, чтобы вставить в свой видос, типа, там, футаж, все вот эти вот прочие дела. Он мне написал, говорит, слушай, а можешь оставить на меня ссылку, типа, ты ж мой видос взял. Я говорю, типа, так я ж поставил там всё. Он такой, да нет, а потом он говорит, да. Вот, но по факту, то, что он показывает в своём вот этом вот видосе, это уже тот спидометр, который мы с вами все видели. Который, типа, ну, не особо имеет какое-то значение на проекте, потому что, ну, надеюсь, что его в скором времени поменяют. В общем, потому что то, что есть сейчас, ужасно. Абсолютно я не знаю, кто этим может пользоваться, для чего он вообще нужен. Вот я показываю первый скриншот, и, типа, ну, вы сами можете понять, что, ну, такой, если тем более. Он, видимо, снимает видосы в каком-то непонятном качестве, или Ромка Злобин просто не умеет делать нормальный скриншот. Ну, я не, то есть, ну, это сколько? Это 4К, наверное, там, я не знаю, 120 фпс. Вы можете что-то рассмотреть хотя бы? Чисто, если вы помните, на каком месте находятся какие параметры, пункты, вы можете знать, что там вообще написано. Но если человек впервые смотрит на всё это, то он, ну, наверное, он не сможет ничего рассмотреть и прочитать. Следующий скриншот, это выбор скинов, которые там, типа, при регистрации. Очень странно, потому что, типа, ну, это старое меню, и такого уже давно не было. Скины выбираются при регистрации по-другому. Хотя, когда я регался на BlackRash, то это было, ну, немного, может быть, по-другому. Но сейчас, типа, ну, вообще абсолютно точно не так. И третий скриншот, это просто, я не знаю, как Рома Злобин выбирал все вот эти вот скриншоты, которые можно вставить сюда. Потому что, ну, бета-тест, это значит, что, типа, на серваке творилась какая-то жесть. Но он показывает просто, ну, я не знаю, зачем он сейчас показывает. Третий скриншот, это просто он едет на машине, и, типа, что? Вот, на первом скриншоте было то же самое, только он ехал на мопеде. Карьерный рост какой-то, или вроде, ну, чё, зачем, для чего он все это показал? Что в комментариях вообще ничего по этому поводу не пишут, потому что тут нечего написать. Это логично. Для чего этот пост? Ну, наверное, только одному Ромке Злобину известно. Я не знаю. Так вот, Макс Бург, это, конечно, замечательный человек. Со всех сторонских только не посмотрите его YouTube-канал, его вот эти вот видеоролики. И, может быть, даже ссылка на Блэк Рашу. Кстати, об этом. Я играю на 11-м серваке Блэк Раш под названием Индиго. Я знаю, что уже вышло, знаете, выпустилось и открылось много серваков. Но именно на Индиго, ну, есть какая-то, возможно, своя магия. Потому что там есть мой никнейм Данила КПРФ и мой промокод хэштег ЗДС. Введя все это, вы получите очень много всяких разнообразных привилегий в игре, может быть, даже в реальной жизни. Поэтому заходите, ссылка на скачивание лаунчера в описании. Всем пока и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok